Второй год продолжаются масштабные работы по ремонту и реконструкции Щелковской районной больницы номер 2. Сделано очень много, в том числе отремонтировано многострадальное отделение урологии, но работы еще далеки до завершения. Сегодня здесь прошло большое совещание с участием представителей областного Минздрава. Участие в совещании приняли глава района Алексей Валов, его заместители Юрий Родионов и Никита Никулин. Со стороны области первый замминистра здравоохранения Владимир Ющук, руководитель дирекции единого заказчика Сергей Макаров, руководитель 5-го медицинского округа Владислав Мерзонов. А также подрядчики. Главное районное медучреждение за год с небольшим преобразилось кардинально. На территории больничного городка переложены все проезды и дорожки, построена парковка, которой здесь никогда не было, отремонтированы фасады всех корпусов. Двухэтажный корпус офтальмологического и лор-отделений вообще был фактически разобран до стен и собран заново. Многое сделано внутри зданий, перестроен в соответствии с требованиями стандарта первый этаж поликлиники. Что точно оценили пациенты, так это долгожданное обновление обветшавшего отделение урологии. Сейчас работы продолжаются в приемном отделении и хирургическом корпусе. Добавим также, что отремонтированные отделения будут оснащаться мебелью и дорогостоящим медицинским оборудованием. Ремонт в медучреждениях проводится по областной программе, однако со стороны района постоянный контроль. В ходе проведения работ выявили ряд недостатков. Потребовалось корректировать документы, соответственно, сроки исполнения увеличились. Но лучше сделать сразу хорошо и надолго, убежден Алексей Валов. Иногда, видя, что многие вопросы не были включены в проекты сметодокументации, останавливаем работу и требуем, чтобы они были, дополнительные работы были включены. Пусть нас отругают, чтобы там затянули этот ремонт. Мы сделаем таким образом, чтобы для людей было комфортно, и условия, в которых они лечатся, были гораздо выше, чем они были когда-то вообще в этой больнице. Вместе с замом по ЖКХ Натальей Ефимченко глава района выехал по жалобе жителей дома 7А по улице Комсомольской. Люди недовольны отсутствием благоустройства, нет освещения, ливневки, стоянки. Детскую площадку демонтировали по указанию Госаднотехнадзора, но остатки железных конструкций представляют опасность для детей. Асфальт во дворе разрушился из-за стекающих под уклон поверхностных вод. А как мне ходить здесь? Я вот инвалид. У нас еще одна такая вот. Алексей Валов объяснил жителям, что на этот год все программы уже сверстаны, финансирование определено. Принято решение провести общественное обсуждение будущего благоустройства, найти инженерное решение по отводу воды и в 2019 году выполнить все работы. Мы в этом году это сделаем, проект сделаем, и в следующем году внесем план благоустройства, комплексного благоустройства дворовых территорий. Однако недовольство жителей было бы куда меньшим, если бы должным образом исполняло свои обязанности по содержанию дома и дворовой территории управляющая компания «Перспектива». А дворников у нас давно вообще нет. Я со своим мужем вдвоем чистила, тут двор, чтобы уходила вода. Во дворе трава по колено, жители говорят, что мусор убрали только перед приездом главы. Много лет игнорируется просьба отремонтировать или заменить ограждение полисадника. Есть и более серьезные замечания. Электрощиток в подъезде оказался открыт, проводка искрит и создает угрозу возгорания. Директор УК Ирина Кашевая ситуацию никак не пояснила. Смотрите, да, пожарная ситуация. Это же дом, здесь же люди живут. То, что увидели, ну не то, что шокирует. Я думал, уже такого нет. Я думал, что управляющие компании уже как-то более деспособны. А здесь мы видим, что управляющая компания по управлению квартирным домом не выполняет и трети своих обязанностей по его обслуживанию. То, что касается жителей, собирать коммунальные платежи, вкладывайте в дом, хотя бы, чтобы он функционировал нормально, без угрозы жизни для жителей. Вот там этого я не увидел. Ирина Микеда, Сергей Василевский, телерадиокомпания «Щелково».